МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 11 из 13 в администрации прошла жеребьевка земельных участков среди многодетных семей. Осторожно, клещи! Как защитить себя и своего питомца? Зубром в Мордовии быть. Воспитанница ДШИ стала лауреатом конкурса рисунков «Художественные батлы». Далее расскажем обо всем подробно. Россияне не смогут использовать ковид-сертификат из портала Госуслуг для поездок за рубеж. Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что на портале Госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса будет формироваться не только на русском, но и английском языках. Однако, когда эта опция на портале появилась, оказалось, что в документе на английском указываются данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного. Тем временем в Европе широко обсуждают возможность путешествий между странами континента с ковидными паспортами или сертификатами вакцинации. Российская вакцина «Спутник Ви» может войти в число признанных в Евросоюзе. В частности, министр туризма Греции заявил, что с 14 мая страна готова принимать российских туристов с прививкой «Спутником». Аналогичное заявление сделали власти Хорватии. Однако до сих пор не ясно, какой должна быть форма сертификата о российской прививке, чтобы его принимали за рубежом. В администрации прошла жеребьевка 13 земельных участков среди многодетных. 11 семей получили землю в садоводческих обществах «Мотор» и «Красная звезда». Две семьи на жеребьевку не пришли. Как проходило распределение и что новые собственники планируют делать со своими сотками? Расскажем в следующем репортаже. Многодетные семьи по очереди поднимались к трибуне, вытягивали конверт и громко объявляли номера участков, которые им достались жеребьевке, а после писали заявление на получение долгожданных соток. Конечно, я довольна. Конечно, я довольна, потому что огород – это очень хорошо. Это участок, на котором будут наши дети бегать, я надеюсь. Дом построим. И так как это в черте города, наверное, возможно. Я не знаю просто, какие там коммуникации, может быть, мы там будем жить. Всегда мечтали о своем доме, потому что детей много. В этот раз сотрудники администрации разыгрывали 13 участков, два из которых находятся в пределах города в «Красной звезде». Остальные – в Дивеевском районе в «Моторе». На жеребьевку пришли не все семьи-претенденты. Мы приглашали семьи 13 человек, равное количество земельным участкам. На сегодняшнее мероприятие на жеребьевку явились 11 человек, 11 семей. Две семьи не явились. Соответственно, по результатам жеребьевки у нас осталось два земельных участка, нераспределенных из этого перечня, которые будут распределены в последующие жеребьевки. И уже к следующей жеребьевке мы будем приглашать две семьи. Если семьи второй раз не придут на жеребьевку, то сотрудники администрации по закону вправе снять их с учета, и земля, которая им предназначалась, перейдет следующим. А те, кто стал счастливым обладателем участков «Моторе» и «Красной звезде», уже через несколько дней получат выписку о зарегистрированных правах на собственность. На портале Госуслуг появился сервис, с помощью которого можно получить выписку о назначенных мерах соцподдержки. Это могут быть установлены государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты. Выписка позволяет получить информацию о каждом факте назначения меры соцподдержки, включая название, размер, срок и периодичность выплат. Планируем, что в этом году сервисом воспользуется более 1 миллиона граждан. Так прокомментировал нововведение замглавы Минцифры РФ Дмитрий Агуряев. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Комитет по управлению муниципальным имуществом завершил торги по продаже помещения бывшего магазина «Дружба». Победителем стал Алексей Мартынов, который заплатит в бюджет города более 24 миллионов рублей. Напомним, магазин «Дружба» закрыли в ноябре 2019 года. 8 апреля школьники смогут принять участие во всероссийском открытом уроке «60-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос» в онлайн-формате на сайте Центра космонавтики и авиации ВДНХ. 11 апреля с 10 до 11 часов пройдет первый всероссийский космический диктант. Кроме школьников, в нем примут участие генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Федор Юрчихин, российский летчик-космонавт, герой Российской Федерации, первый ученый и командир корабля Сергей Рязанский, актеры театра и кино, сыгравшие в российских фильмах о космосе. «Время первых», «Салют 7», «Гагарин первый в космосе». Также пройдет челлендж «Привет, невесомость», «Флэшмобы, я живу на улице Гагарина», «Поехали» и «Наука – это космос». Акции «Мечты о космосе», классные встречи РДШ по следам космических достижений. В воскресенье 11 апреля в рамках первенства Нижегородской области среди мужских команд хоккейный клуб «Саров» сразится за третье место с ХК «Спартак Тумботина». Мы будем вести прямую трансляцию встречи на телеканале «Саров-24», нашем канале в Ютьюбе и группах в социальных сетях. Начало в 13.00. В России начинается сезон активности клещей. Каждый год в нашей стране около полумиллиона человек обращаются в медицинские учреждения из-за укусов. Более двух тысяч заболевают клещевым энцефалитом. Опасны клещи и для домашних животных. Как защитить себя и своего питомца? Расскажем далее. Солнце за окном светит с каждым днем все ярче, природа пробуждается от зимнего сна, а вместе с ней просыпаются и клещи. Ежегодно в Сарове фиксируют от 300 до 500 случаев присасывания клещей. В прошедшем году этот показатель снизился примерно на 50%, поскольку пик их активности пришелся на период самоизоляции. Основная мера профилактики от укусов – правильно подобранная одежда. «Одеться правильно. Одежда должна быть светлых тонов, однотонная, чтобы лучше заметить клеща. Манжеты рубашки должны быть плотно прижаты к телу. Штанины брюк заправлены в носки или сапоги. Необходимо также иметь головной убор. Лучше всего капюшон». В период активности их содовых клещей опасности подвержены и наши четвероногие друзья. Их укус может вызвать такое коварное заболевание, как пироплазмоз или бабизиоз. Ему подвержены собаки всех пород и возрастов. «Оно характеризуется отдельными симптомами. Так, например, поднимается температура тела у животных до 40-41 градуса, меняется цвет слизистых оболочек, меняется цвет мочи на бурый и даже цвет темного пива, отказ от еды, слабость, вялость животного. Животные могут испытывать дискомфорт, они могут даже наблюдаться рвота». В случае обнаружения подобных симптомов у своего питомца, специалисты рекомендуют обратиться к врачу и сделать экспресс-анализ крови. В клинике «Свой доктор» для этой процедуры использует гематологический анализатор. Пироплазмоз может негативно сказаться на работе печени, почек, сердца и даже привести к летальному исходу. Защитить своих любимцев можно. Для этого нужна профилактическая обработка от эксодовых клещей. «Есть таблетки, есть капли, есть ошейники. Данные препараты имеют свой срок действия. Есть условия обработки данных препаратов. Они подходят на определенный возраст, на определенный вес животного, на определенную породу. Для того, чтобы выбрать данный препарат, можно обратиться за консультацией к ветеринарному врачу». Важно не только выбрать эффективный профилактический препарат для своего питомца, но и правильно его использовать. Иначе он может не подействовать. За консультацией по вопросу защиты своего любимца от эксодовых клещей можно обратиться в клинику «Свой доктор» по телефону 37901. Андрей Краснов, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». 27 марта в Мордовском заповеднике прошел четвертый межрегиональный очный конкурс рисунков «Художественный батл». Участники из Семникова, Сарова и Краснослободска должны были изобразить зубров – редких и ценных обитателей территории. От нашего города на конкурс отправились пять художников ДШИ. Арина Семочкина стала лауреатом третьей степени. Зубром в Мордовии быть. На такую тему в рамках конкурса рисунков «Художественный батл» 38 участников из Семникова, Сарова и Краснослободска создавали работы. Наш город представляла Арина Семочкина. Девочка уже пять лет обучается в ДШИ. К очному конкурсу в Мордовском заповеднике юная художница тщательно готовилась. До этого я тренировалась дома также рисовать, пробовала разными техниками, акварелью, пастелью пробовала, графики. Но в графике мне легче дается, поэтому я решила работать в ней. Акварелью мне труднее работать, потому что мне труднее показать объем предметов, композицию составить. Два с половиной часа ребята фантазировали и переносили на бумагу творческие идеи. На суд жюри участники представили разноплановые по стилям работы. Большинство были в акварели и пастели. В графике творила лишь Арина. Организаторы конкурса также подготовили для гостей заповедника развлекательно-познавательную программу, в которой рассказывали о ценности зубров как вида. Нам привели экскурсию в музей. Показали там разных животных, которые находятся в этом заповеднике. А затем уже были оглушены результаты конкурса. Я не ожидала, конечно, что займу хотя бы какое-то. Там были работы разные. Мне тоже много работ, которые понравились. Призеров определяли под трем возрастным категориям. В группе от 10 до 14 лет Арина Семочкина стала лауреатом третьей степени. Благодарственные письма вручили педагогам Наталье Трухиной и Инессе Гришиной. 15 участников, 14 дистанций и эстафеты. Детско-юношеской спортивной школе ИКАР прошел 10-й общегородской чемпионат по плаванию. В соревнования вошла практически вся олимпийская программа. Как проявили себя спортсмены, расскажем в следующем репортаже. В спортивной школе ИКАР завершился 10-й общегородской чемпионат по плаванию. За призовые места боролись более 150 человек. Как детей, так и взрослых. От 2008 года рождения и старше. Перед спортсменами стояли серьезные испытания. В список дистанций на чемпионате была включена практически вся олимпийская программа. Кроме самых длинных дистанций. Здесь у нас 14 дистанций, 14 видов и плюс 8 эстафет разнообразных. То есть и все это мужчины и женщины, и эстафеты это и микс. Идут смешанные эстафеты мужчины и женщины. Ну и естественно среди женщин, среди мужчин. Ну и юноши, девушки. Тренеры остались довольны результатами своих подопечных. Особенно выделяются команды Евгения Чувашлева, Виктории Шалыгиной и Романа Розенкова. Которые составили тройку лидеров. Спортсмены добились внушительных показателей на уровне второго юношеского разряда и выше. Как признались организаторы соревнований, таких высоких достижений среди такого большого количества участников не было уже давно. Кажется, вынужденные каникулы пошли спортсменам только на пользу. Лучший результат на дистанции 50 метров вольным стилем показала Анастасия Корнишина. В этом году она примет участие во всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в составе сборной Нижегородской области. Соревнования пройдут с 21 по 25 апреля в Санкт-Петербурге. Это российские соревнования, где надо будет бороться. Там будет больше соперников, которые меня обгоняют. Но я буду стараться их обогнать. Анастасия уже давно мечтает стать олимпийской чемпионкой по плаванию и уверенно идет к своей цели. Пожелаем удачи нашим спортсменам в их дальнейших свершениях. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. Но любой вкус и от всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 9 по 11 апреля там пройдет выставка «Медовая феерия». В качестве этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие, как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. На выставке «Медовой феерии» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 9 по 11 апреля с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей! Редактор субтитров А.Семкин